всем привет спасибо вам за то что пишите комментарии под моими монологами спасибо вам за то что мы вместе как приятно быть вместе с народом хотя я сейчас один в лесу вокруг темно тихо никого нет и народа вокруг нет что очень приятно еще более приятно даже чем с народом находиться многие меня упрекают в том неожиданно я перешел так многие меня упрекают в том что я все подряд хвалю чтобы вся музыка мне нравится что я всеяден нет нет совершенно нет я сегодня посмотрел телевизор и услышал огромное количество музыки которая настолько тошнотворно что название и даже и не придумать я не знаю в каком стиле эта музыка предполагается предполагалось быть но это что-то неописуемое настолько авангардно настолько непривычно для меня необычно внести лего что я просто потерялся но при этом внести лего но отвратительно до безумия это музыка из телевизионной рекламы это что-то просто за гранью это все авангардисты мира конечно должны лечь и умереть тут же немедленно а когда начинаются песни в рекламе в телевизионной когда начинаются рифмованные строчки совсем никуда ребята просто никуда это невозможно это невозможно и поэтому я послушал хорошую музыку пришел в себя хорошую музыку вот я вам демонстрирует пластинка группа the mothers of invention под управлением фрэнка заппы пластинка называется flick out то есть безумие полный вперед открываем все шлюзы и безумие летит на нас и мы летим вместе с ним первая пластинка фрэнка заппы ну а точнее группа the mothers of invention которая называлась просто мадос мадос матери то бишь но когда материал был записан на пришло время выпускать альбом то выпускающая компания попросила переименовать коллектив название мадос им показалось некорректным ну потому что сленга выражения мадо факс существовала в ту пору так называли очень хороший музыкант ах мадо фака как играет здорово но и не долго думаем группу переименовали в the mothers of invention матери изобретений до матери новаций матери всего нового и это здесь продемонстрировано в полный рост пластинка очень хорошая на мой взгляд одна из лучших у заппы хотя это не сольный альбом заппа все-таки the mothers of invention но тем не менее все равно заппа величайший композитор если брать срез популярной музыки хотя заппа писал и не в популярной музыке очень много писал симфонические произведения джазовые и хоть и хотя джазовых меньше значительно симфонические его записи и концерты это конечно очень интересно он настоящий композитор большой композитор большой очень большой очень большой и многие считают что он конечно больше композитор чем исполнитель я с этим не соглашусь потому что гитаристом великолепнейший таких наверное и нет больше да и не будет наверное больше это уникальный совершенно человек хотя начинал он свое музыкальное обучение в качестве барабанщика играл на барабанах потом переключился на гитару он говорил что он очень любил традиционные блюзовые записи ранние там начиная с тридцатых годов и дальше сороковых пятидесятых и очень любил блюзовые соло на этих записях но говорил он там изумительно эти блюзовые соло но они правда были настолько короткие что мне хотелось их продлить и он стал учиться играть на гитаре для того чтобы самому играть те соло которые ему кажутся правильными вместе с этим он изучал современную симфоническую музыку преимущественно не традиционную не классическую а авангардную там начиная со стравинского эдгара вареза и дальше 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 вплоть до каких-то совершенно неизвестных мне уже имен овладел мастерством сочинительства композиции изучил нотную грамоту не просто изучил нотную грамоту изучил ее в общем-то в совершенстве как настоящий большой хороший композитор и все песни которые здесь записаны на этом альбоме они были расписаны на ноты естественно франком запы а песни вы послушайте если кто не слышал они очень сложные они очень сложные при этом они как бы попсовые с одной стороны и роковые с другой стороны и психоделические с третьей стороны и симфонические с четвертой стороны и очень легко воспринимаются с пятой стороны но очень сложные по аранжировки по мелодике по гармонии и и тут будьте нате что музыканты которые собрались записывать рок-альбом были слегка ошарашены когда им выдали ноты всем включая барабанщиков бэк-бэк вокал и все 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 было расписано до просто точки до франкзапа в этом смысле перфекционист то есть любил все чтобы было здесь любил чтобы все было сделано так как он придумал и никак иначе каждый звук должен быть записан и воспроизведен именно так как написано на нотном стане работа большая была хотя альбом записали про примерно дней за 6 если мне память не изменяет но все было отрепетировано заранее поэтому за 6 дней запись была произведена все состоялось франкзапа очень помимо классической симфонической музыки еще и дубов да дубов знаете что такое это такие вокальные группы преимущественно женские которые исполняли в 50-е годы легкие эстрадные не буду греть попсовые песенки с многоголосием ну зап это дело очень любил при этом он ненавидел совершенно американскую поп-культуру она вызвала у него отращение и вот эти две вещи у него странным совмещались ненависть к поп-культуре и музыка 2 при этом музыка блюз присутствовал при этом симфоническая авангардная музыка современная при этом джаз при этом рок и психоделическая музыка что странно потому что запа помимо того что ненавидел американскую поп-культуру ненавидел еще и музыку хиппи ненавидел психоделическую хипов скую музыку сан-франциско как раз на второй половине 60-х годов вот этот наркотическая психоделия его вызвала у него рвоту просто что он иногда вербально озвучивал не в смысле блевал а в смысле пел про то что его тошнит от вот этого наркотического хипов ского бреда и чуши и все это как-то вот вместе сошлось и получился джаз-рок симфа поп психоделик альбом пластинка сначала не пользовалась большой популярностью хотя было продано 300 30 тысяч экземпляров сразу как только вышел альбом то есть хорошо пошло пошло но такой широкой популярности не было до вышла пластинка в англии в америке шестом году через несколько месяцев по моему она вышла уже в англии и в европе пошло дело удивительная штука запад настолько здесь опередил свое время банальная фраза но это так и есть и наверное поэтому пластинка не взлетела сразу в топы там на первые места хотя продавалась как я уже сказал вполне неплохо просто это было абсолютно непривычно эту музыку стали играть через десять лет в германии назвав ее крауд-рок например произведение здесь немножко вот так вот так вот делается произведение под названием the return of the sun of monster magnet 12-минутное полотно которое закрывает пластинку это в общем-то предтеча крауд-рока моторные барабаны которые начинают и почти до конца идут и вспоминается сразу группа крафтверк которую я кстати не люблю больше становится группа кэн которую я очень люблю барабанная история очень похожи запа вообще барабанным уделял очень много внимания во всех своих альбомах поскольку сам был изначально барабанщик и барабаны прописывал четко везде с огромным количеством еще и перкуссии разнообразной перкуссии и металлофоны виброфоны и ксилофоны и и все остальное колокольчики-бубенчики бонги-конги все это в огромном количестве все это расписано все это сыграно очень здорово так вот вот этот самый дельтурно в десану монстр магнет если кто хочет разлюбить музыку запа искать что это полное говно слушать я это никогда не смогу и не буду никогда-то начинайте с этой песни она мне нравится потому что запу я люблю и слушал кроме возвращение сына гигантского магнита очень много другого но это чистый уже такой поиск авангард вперед крауд-рок который бы еще не было на свете запа его уже играл и очень здорово очень интересно очень мелодичные вопли там очень мелодичные крики запа попросил на 500 долларов набрать перкуссии и собрать в студии всех обалдуев наркоманов и фриков сан-франциско и чтобы они играли на этой перкуссии кричали а запад дирижировал и управлял этим замечательным хором безумцев ну все остальное здесь очень музыкально очень интересно и каждая песня это маленький шедевр ну мне так кажется на мой вкус hungry freaks daddy первая песня чистый гитарный рок очень сложный с гитарными соло он могу быть тяжелым если бы не виброфон который начинает играть вместе с тамбурином который дает жесткость неописуемым сразу подключается виброфон или какой-то другой инструмент может быть металлофон или что-то в этом роде и он дает такую легкость и прозрачность на фоне гитарной жесткости заппы два соло он здесь играет первое соло блюзовая чисто а второе вторая часть соло со совсем уже не блюзовая а какая-то такая сложно роковая тем самым показывая что он умеет играть и так и этак и сяк и по-другому и по третьему ну и конечно голоса голосовые раскладки все в порядке все здорово i ain't got no heart вторая песня это просто мини-опера очень сложно построенная очень интересно очень интересно слушается она она не грузит не 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 кажется сложной и не считываемой все считывается все легко на чувством слышно что это сложно что это придумано просто какая-то мини-опера абсолютно классическое построение не роковая совсем хотя звучит как рок хорада брейн полис ранний пинк лоид отдыхает просто потому что это такая та самая психоделия в кубе которую запа ненавидел и показал это самое эту самую свою ненависть в этом парне чудите играете вот эти все сложные какие-то с вашей точки зрения штуки а я в одной песне трехминутной сыграю все это еще в три раза круче что и получилось на самом деле go cry of go cry on somebody else shoulder иди поплачь на чем-нибудь плече плече неожиданный такой кивок в сторону американской поп-культуры причем издевательский очень очень издевательский но очень четко спето сыграно и записано тот самый дубок про который я говорил вначале он здесь пошел уже в полный рост и запа над ним одновременно и издевается и с наслаждением это песню делает такой парадокс но но это очень здорово звучит модели лов еще один гитарный рок жесткий но насколько можно было быть жестким в 1966 году в общем и дальше все очень по-прежнему круто халку 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 код обе кстати full еще одна дубовая штучка новой зови просто песня для пятиклассников но очень хорошее очень хорошие вспомните песни из детских фильмов они запоминаются навсегда лавы и золы игровые золы это все оттуда в общем пластинка шикарная с любой точки зрения она очень музыкальная очень интересная очень сложная очень свободная и невероятно профессионально сделано невероятно просто и запу здесь показал себя конечно композитором который даст еще впереди такого от чего все опухнут что и произошло он действительно дал такого чего все опухли и наверное самый оригинальный самый интересный музыкант во всей рок-музыке для кого-то он самый любимый для кого-то нет но для меня не скажу что он для меня самый-самый любимый он стоит вообще отдельно это вообще отдельная совершенно история я безумно люблю его музыку и собрал почти все пластинки будем о них болтать все я пошел в лес пить естественно пока